Решили мы тут с друзьями посмотреть футбол И чувствуем необходимо каких-то чипсов или сухарей И тут я вспомнил, что пять дней назад я купил хлеб, его не доел, вот думаю, сухари и готовы Осталось только эти сухари порезать на порции Смотрю, а хлеб в сухарь не превратился Нет, он, конечно, во что-то превратился, но явно не в сухарь Покрылся еще какой-то такой красивой разноцветной плесенью Странно, подумал я, в чем секрет производства этих хрустящих хлебцев? Или это вовсе не сушеный хлеб, а отдельное какое-то мучное изделие? Давайте разберемся Программа «Галилео» проводит необычные соревнования Для участия мы пригласили четырех добровольцев, согласившихся поработать зубами Это соревнования по хрусту Первый претендент — соленый огурчик Результат — четыре и четыре десятых децибела Номер два — чипсы Всего два и два децибела Не впечатляет Номер три — попкорн Вот это челюсти Результат в два раза громче огурчиков — девять децибел Кажется, у нас наметился лидер И, наконец, последний участник — сухарик Высочайший уровень хрумкости — тринадцать с половиной децибел Что же принесло ему победу? Вокруг сухарей столько всего напридумано Программа «Галилео» решила докопаться до правды Миф первый Самые хрустящие сухарики получаются из черствой буханки А вот и не угадали Оказывается, сухари сушат из свежего хлеба И то не каждый подойдет Сравним Вот две буханки, которые мы купили в магазине Это ржаной хлеб Он крошится Сухарей из такого не получится А вот этот Как будто создан для сухариков У него более плотная структура Поры маленькие И их в четыре раза больше Но какое отношение Это имеет к хрусту? Самое прямое Хруст — это звук перелома Когда сухарик попадает на зуб Хлебные оболочки пор лопаются И чем больше их лопнет, тем громче хруст Чтобы приготовить такой мелкопористый хлеб Тесто замешивают по особому рецепту В муку, кроме воды и дрожжей, добавляют еще и закваску Закваска — это забродившее, вскисшее тесто В котором разводят молочнокислые бактерии Под действием этих бактерий Дрожжи в тесте работают гораздо активнее Они выделяют больше пузырьков углекислого газа От того, сколько в рецепте дрожжей А сколько закваски И зависит пористость хлеба Чтобы хлеб получился еще более пористым Тесто замешивают не один, а два раза И только когда его объем увеличится вдвое Готовый продукт разливают по формам и отправляют в печь В подовой печи будущие буханки проходят через три температурных зоны Одна, другой горячее Хлеб печется небыстро Успеем разоблачить второй миг Когда мы хрустим в кино, нам кажется, что нас слышит весь зал Отправим четырех жующих добровольцев в кинотеатр Оказалось, что даже в пустом кинотеатре Как бы они ни старались Через ряд их практически не слышно Но тогда почему нам самим кажется, что мы хрустим неприлично громко? Оказывается, человек слышит не только ушами Звуковые колебания передаются внутри черепа От верхней челюсти на скуловую и височную кости А через них на рецепторы внутреннего уха Когда у нас полный рот хрустящей еды То уровень шума, который мы слышим изнутри Доходит до ста децибел С такой же громкостью звенит будильник В действительности, рядом с жующим Уровень шума не такой уж большой Всего пять децибелов Вполне прилично Однако нам пора доставать хлеб из печи Вот они, буханочки Каждая по килограмму Это на полкило сухарей хватит Прежде чем хлеб станет сухарями Он пройдет жесткий отбор Если корочка неровная, с вкраплениями Или чуть подгорела Хлеб отбраковывают А идеальные буханки отправляют на нарезку У резательной машины на одну буханку Уходит всего пара секунд Такими маленькими сухарики делают Чтобы их лузгали, как семечки А теперь, голубчики, снова в печь Сушиться Чем жарче печь, тем звонче сухарь Миф третий Ничего подобного Жар, конечно, сухарю нужен Но гораздо важнее, чтобы в печи Температура повышалась постепенно Поэтому, прежде чем превратиться В звонкий сухарь Кубик хлеба проходит в печи Путь равный сорока метрам Это в четыре тысячи раз больше Чем он сам А теперь конкурс красоты Сухарики пропускают через тройное сито Отбирают только те, у которых каждая грань Равна одному сантиметру А всё, что меньше, отсеивают Это уже не сухарь, а сухарная крошка Крошки от сухарей годятся только на корм птицам Ошибочка вышла Миф четвёртый И из крошки можно печь сухари Внутри этой огромной воронки крошка перемалывается И перемешивается с мукой и водой А затем её пропускают через экструдер Это такая мясорубка со встроенной печкой Давление внутри в двести раз выше, чем снаружи Поэтому, когда горячее тесто выходит из экструдера Вся влага в нём мгновенно испаряется И уже безо всяких дрожжей Тесто раздувает от пузырьков пара На конвейере вытягивают макаронину длиной почти четыре метра А потом нарезают на очень тонкие ломтики Толщиной всего несколько миллиметров С тех пор, как научились делать экстракты продуктов Сухарикам придают самые разные вкусы Томатов, сыра, красной икры и даже сало Какой же из них станет победителем в нашей следующей номинации? Самый вкусный сухарь Как всегда, проверим на наших добровольцах Сколько людей, столько и вкусов А значит, столько же и мнений Однако мы нашли то, что объединило всех После такого соревнования Больше всего хочется пить Британские исследователи рассчитали С какой громкостью должен хрустеть идеальный тост к завтраку Согласно полученным данным Громкость хруста во время акта кусания хлеба Должна составлять 0,5 децибел Где-то так А оптимальной нагрузкой, вызывающей разрушение хлебного слоя Признано приложение силы в 0,4 ньютона С жевательными поверхностями зубов потребителя продукта Все по науке